ВПЧ 73-го типа К нам обратился мужчина с наростом в области уздечки. Он проходил классическое обследование на вирус папиллома человека, только из уретры, потому что анализы должны обязательно браться с самой поверхности кандиломы. Ему ставили просто папиллому, но и соответственно рекомендовали удалить, однако он достаточно сильно боялся. Вы можете увидеть, что она относительно не маленькая вирусом папиллома человека не находят, нужно проводить максимальный анализ. Проведя анализ на 21 тип ВПЧ, обнаружили ВПЧ 73-го типа – это единственный тип, который был в высокой концентрации 10 в 7-й степени. Других вирусов папиллома человека не было. Пример такого вируса говорит о том, что такой сокращенный список, который делают на 12-14 типов, не всегда улавливает все типы вирусов папиллома человека. Между тем пациент остается заразный, пациент имеет рак онкогенный. Не зря подобные типы называются онкогенными. И пример в данном случае того, что любой тип вируса папиллома человека может вызывать строконечную вирусом папилломы. Сегодня мы не будем говорить о том, как происходит лечение. Вы это можете посмотреть в куче отдельных видео на нашем канале по лечению вируса папиллома человека. Без сомнения, это не волшебные таблетки изопринозина либо кое-какие свечи в задний проход. Именно поэтому у нас также есть видео по тому, как прекрасно развиваются кандиломы при применении подобных лжеметодов. В этом случае должно произойти удаление на месте, которое травмируется, вирус вызывает высококонкогенного риска, концентрация высокая, должно произойти удаление и здесь пациенты, естественно, боятся каких-то уколов в область половых органов, а кандилома достаточно немаленькая, как вы можете видеть на картинке, и, скажем так, здесь как раз наружные препараты для обезболивания по типу крема Эмлы могут позволить, скажем так, достаточно безболезненно. Вот этому пациенту было проведено удаление с помощью лазера в нашей клинике, результат чего вы можете видеть на картинке и, соответственно, образовалась относительно аккуратная корочка, которая потом зажила протечки без рубца и, соответственно, использовалась только крема Эмлы без таких инъекционных методик, что пациента очень сильно порадовало, потому что он боялся именно инъекций в область полового члена, ну а, естественно, что без обезболивания удалить относительно большое новообразование достаточно плохо и, скажем так, некомфортно для пациента. Почему же может быть такая ошибка в диагностике? Ну, действительно, на таких местах могут быть и различные папулы по типу перламутровых папул, могут быть и кожные дефекты. Об удалении, кстати, кожных дефектов и перламутровых папулы вы можете посмотреть отдельное видео на нашем канале. Однако кандиломы, соответственно, также встречаются и вот такая недодиагностика приводит к тому, что неправильно диагностируются непосредственно те симптомы классической кандиломы, которые проявлялись у данного пациента. Поэтому необходимо при любых сомнениях подобное новообразование удалять и, если у вас есть сомнения в их диагнозе, то необходимо провести гистологическое исследование с получением уже гистологического ответа на вопрос диагностики. При необходимости диагностики, лечения и удаления любых новообразований в области половых органов, вы можете обратиться к урологам и венерологам нашего медицинского центра Платон КВД в Москве. Нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой, лечением и удалением подобных высыпаний. Ждем вас в нашей клинике.